В конце 90-х годов, когда начал строить дом, мне друг подарил книгу Антонио Гауди, испанского архитектора. И я понял, что это вот то, что мне нужно, потому что, собственно, в детстве я всегда вырос на берегу Волги. Вырос на берегу Волги в детстве, ходили на берег, строили замки из песка. И вот эти формы, пластичные формы, все они мне были очень близки. Когда начал строить дом, я стал избегать острых углов. В общем-то, все острые углы потом стачивались болгаркой, строились камни, стачивались болгаркой. После того, как построил дом, начал строить келью. Келью уже делали с соседнего здания, строили из бетона. Здесь уже работали как с пластилином в детстве. Те же принципы, все вручную, только вместо пластилина теперь был бетон. И на это ушло порядка четырех месяцев. Когда закончились строительства, я посчитал, бетона прошло через... Ну, брал двух помощников, и бетона через мои руки прошло порядка статон. Строил все сам, вот брал помощников, всегда помогал сыну. Он у меня с детства обученный к этому, где-то там с 14 лет уже начал присутствовать во всех работах. И бетон мешал, и кирпичи натаскал, и арматуру вязал. Когда уже построил и келью дом, начал дом внутри создавать мебель. Опять же, сын Давид принимал во всем этом участие, выпиливал все, что я ему, шаблоны делал. Жена Лола рисовала многие детали, потому что она художница сама. Здесь получаются замечательные кадры. Невесты садятся обычно, свешивают платье свадебное и делают кадры. Вот на эту келью много, в общем, пришлось потрудиться, очень много поработать, сил положить, чтобы создать ее. Субтитры создавал DimaTorzok